Комфортное и недорогое жилье за чертой города. Раньше слова комфорта и сельская местность в одном предложении вряд ли можно было бы представить, но появился запрос на развитие сельских территорий и, как следствие, госпрограмма «Сельская ипотека». Заработала она весной, пришло время подвести первые итоги. Банк активно принимает участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». И в данном случае та встреча, которая сегодня произошла, это промежуточное подведение итогов нашей работы совместно с застройщиками в течение этого года. Хотелось бы сказать, что на наш взгляд эта работа прошла очень и очень успешно. Почему? Потому что в состоянии на сегодняшний день выдано более 600 миллионов рублей кредитов на эти цели, на покупку объектов недвижимости, в первую очередь на сельских территориях. Больше всего льготными кредитами заинтересовались в Ярославском районе. Так, предложением воспользовались 360 семей. Положительно отразилось соседство с областным центром. Активизировались и застройщики. Построят в этом году почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Развитие соответствующей инфраструктуры – это уже задача районных властей. Безусловно, это плотная комплексная застройка накладывает на нас дополнительные обязательства. Это и транспортная инфраструктура, коммунальная инфраструктура, социальная, школы, садики. Есть планы по строительству школ в двух сельских поселениях, шести садиков. Готовим проектно-смертную документацию. Надеемся на поддержку губернатора и правительства этих вопросов. До конца 2020-го в целом по стране банк по программе сельской ипотеки выдаст кредитов на 100 миллиардов рублей. Чаще всего этим займом пользуются жители Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов. Программа будет действовать до 2025-го года. Андрей Децель, Сергей Ватин. День в событиях.